Девушки отдыхают Или на завод, в конце концов, пошли бы Женщина, вы полегче, а? Что полегче? Что полегче? У тебя дети есть? Немного А будут? Вот найдется же какая-то женщина, которая выйдет за тебя замуж и родит тебе детей Ты вообще о детях подумал? Ты понимаешь, что им с детства придется врать? Что их папа космонавт или там летчик-испытатель? Или, в конце концов, из семьи ушел, лишь бы не признаваться, что он гаишник А ты, о, посмотри на себя, ты же, о, опрюск весь В тебе 15 килограмм лишних Ты же даже однонокого хромого старичка не догонишь, если надо будет Ты же захэкаешься Может, хватит? Что хватит? Правда, глаза колет, да? Ну, конечно! Хотя, наверное, у тебя совести нету, людей с совестью У них же такого аппетита нет! Мне даже интересно, на какие шиши ты вот так вот питаешься? На зарплату или на ту мзду, которую ты тут собираешь? Вика, закрой рот! Во-первых, я женился на твоей сестре только потому, что у нее с головой все в порядке, в отличие от тебя А во-вторых, тебя просто попросили передать мне бутерброды Нам отдастись! Спасибо! Не за что! Эх, родственники! Так, Артур, я сказала! Сними горшок с головы! Здравствуйте! Виктория Сергеевна? Да! Сайк 38! Совершенно верно! Ну, вот и все! Лейтенант Крыныцев! А что ты у нас глазки забегали? Э-э-э, если вы по поводу мелков, так это не я, это дети едят! Да не, фамилия Петренко! Знакома? Петренко! Очень красивая, распространенная фамилия! Конкретно, Петренко! Валентин Александрович! Э-э-э, нет, такого я не знаю, а что? Турия Сергеевна, это не в ваших интересах скрывать от следствия этого человека! Я ее не скрываю! Вы знаете, что дача ложных показаний по закону карается очень строго! Вы меня что, в угол поставите и отшлепаете? В смысле, э-э, я не знаю никакого Петренко, я не понимаю, почему вы к нам пришли! Да потому что сошлись ниточки! И богадельня вот эта ваша подходит под описание места, где сегодня утром видели этого человека! Так! Что у тебя? Да, короче, нет тут твоего малого! Блин, ну в садике напротив его тоже нет! Так, у нас еще три садика осталось! Слушай, если мы его домой не приведем... Жена просто съест с потрохами, понимаешь? Найдем! Куда же я его мог отвезти-то? Может, вам в милицейский садик сходить? Он через два квартала! Точно! Точно! Я ж помню, там у воспиталки дубинка в руках была! За мной! За мной! Ну так что, доктор? Так, значит, смотрите! Все у вас нормально! Ой! Вы извините нас, ради бога! У нас аппарат узи старый, барахлит! И у вас не огромный ребенок, как я думал, в начале! У вас просто будет тройня! А вы куда? Пойду мужу сообщу! Да успеете еще! Ага! Сейчас, две минуточки! Саш! Саша! Так, ну, ничего себе, две минуты! Вообще-то, у вас полчаса не было! Простите, доктор, еле догнала! Он нас за дверью подслушивал! Кольцо одень позорище! О! Садись! Я так понимаю, новость вас шокировала? Давайте вам коньячку, да? Да! Садись! Доктор, так а мне что делать? Ну что вы, ничего! Все, что я прописал, увеличиваем в три раза! Фолиевая кислота не один, а три раза в день! Пишите! Кальций три упаковки! Угу! Магний-Б6 тоже тройная доза! А что вы делаете? Ну, вы же сами сказали, все, в три раза! Значит, у меня еще два по пятьдесят! Ладно, пейте! Да, и завтра в одиннадцать зайдете, я выпишу направление на анализ! Да, спасибо, доктор! Мне во сколько приходит? А вам больше не надо! Как не надо? Доктор, вы же сказали, что у нас партнерские роды! Да! А значит, и беременность у нас тоже партнерская! Так что, завтра в одиннадцать буду как штык! Готовьте лекарства! Это бабка! Пошли! Идем, идем! Доктор, еще лимончик возьмите, мне очень витамины нужны! Хорошо? Всего хорошего! Все, счастливо! Владимир, я... Даже если она не сможет, я по-любому прийду! Саша! Лимончик! Лимончик! Ну, ладно! Ну так что, я оформляю тур в Германию! Ну, если вы скажете, что там самые лучшие дороги в мире, то тогда Германия! Да, в Германии самые лучшие дороги в мире, можете смело ехать на автобусе, так даже сэкономите! Ага! А скажите, пожалуйста, че швидко вони там ездят по цим дорогам? Ну, смотрите, на автобанах нет ограничений скорости! Нет ограничений! А ты в Европе! Нет еще выкопать знак «Стоп», он окажет, что там остановки ГЭК вообще запрещены! Будем вернее, без меня не уезжать, я за ростом! Давай, давай! Оформляйте! Пузырик мой ненаглядный! Завтра мы станем мужем и женой, и у нас не будет никаких тайн! Да! Но сегодня я привел тебя в этот бар не случайно! В этом баре мы познакомились, и здесь же мы покончим с нашим прошлым! Мой пузырик хочет рассказать про своих бывших? Не совсем! Я бы хотел за них выпить и забыть навсегда! Ты первый! Окей! Бармен, пожалуйста, Джин! Джин – это Люда! Люда исполняла все мои желудки! Мой пузырик – проказник! Это было в прошлом! Далее – Ром! Ром – это Маша! Просто у Маши был муж по имени Ром! Мой пузырик – шаломишка! Когда-то был! Далее – виски! Виски – это Вика! Вике тоже было восемнадцать лет! А мой пузырик – мачо! Совсем чуть-чуть! А теперь шампанское! О! Шампанское – это какая-то яркая, игривая девушка! Не совсем! Советское шампанское? Да! Вот это именно Кристина! Ординарная и легкодоступная девушка! Ну, она тоже была! Да! Я все! Твоя очередь! Моя? Ну что ж, бармен, налейте стакан мазералки! Ты хочешь сказать, что до меня у тебя никого не было? Ну, за вас, мои пузырики! Ой, зайка, ты так рано вернулся! Почему не предупредил? Потому что если бы я предупредил, то я бы себе сюрприз испортил! Где он? Кто? Стыд! Стыд твой где? А, нет у тебя его! Ой, зайка, а давай мы с тобой пройдемся на улицу, погуляем, поговорим! Обязательно пойдем погуляем! Только я сейчас кое-кого найду, убью, и мы вместе с тобой труп вынесем! Чтобы два раза не бегать! Бусь, Бусь, давай я тебе, давай я тебе дам тысячу гривен на спиннинг, и мы этот шкаф не открываем! Приз! Хорошо, три тысячи гривен на эхолот, и мы шкаф не открываем! Приз! Хорошо, пять тысяч на три дня на рыбалку! И мы шкаф не открываем! Приз! Ладно, ты открывай его! Все равно мне денег больше нет! Даю десять тысяч! На палатку под сак и водку! Вот это другой разговор! Пять тысяч, пять тысяч! Все, я на рыбалку! Отлично! Ну, дорогая, отрабатывать буду! Слышишь, ты, это его заначка, мне машина, так что отрабатывать будешь ты! Горген Георгиевич, вот ваш кофе, пожалуйста! Спасибо, Яночка! Яночка, я тоже кофе просил! А он тебе летом нужен? Вот придет зима, тогда тебе сделают! Что это с ней? Там же вторую неделю от меня шубу хочет! Скажите, зачем ей летом шуба? Что она с ней делать будет? Под кондиционером сидит? Кстати, я своей купил в Греции шубу, так она сидит дома под кондиционером! Но, должен сказать, за четыре месяца ни разу не болела голова! Ни разу! Эх, когда же мы теперь еще в Грецию-то полетим, а? Что, сильно надо? Да надо, вы не шубите! Ладно, держи штурвал! Риспетчер Этабор 427М! Самолет захватили террорист! Они требуют изменить курс на Грецию! Прием! А, шубу такую, как у моей? Такую же, только меньше размера! Ага! Внимание! Следующее требование террористов! 18 тысяч долларов! Слушай, у меня же 10-ти процентная скидка на вторую шубу! Диспетчер Корректировка! Террористы хотели 18 тысяч, я торговался до 16-ти 200! Мамой клянусь! Будет тебе шуба летом, будет! Спасибо, Гурген Георгий! Спасибо! А, блин, у меня же кондиционера нет! Ты сразу не мог все сказать? Диспетчер Корректировка! Террористы выдвинули следующие требования! Кондиционер! Шоколадку с орешками! Шоколадку с орешками! Шампанское полусладкое! Шампанское полусладкое! Майор Петрыкин, вы нарушили скоростной режим! И пересекла двойную сплошную! О, это уже серьезное нарушение! Это великий штраф! А вы что нарушаете, а? Ну, просто я бахнула! Что? Ну, выпила я немножечко мартини, две бутылочки все! О! Да это уже на лишение прав тянет! А вы что, не знали, что нельзя за рулем пить? Ну, вы знаете, просто мне как-то было страшно ехать за рулем без прав! Так у вас же и прав немало! Ну, вы знаете, зачем мне права, если у меня и машины-то нет? А это что? А это? Это я украла! Так что про этих паспорт можете и не спрашивать! Так, давайте сейчас подытожим! Значит, вы пьяна, без прав и еще и в ворованной машине! Ну, мне надо было как-то наркоту переносить! У вас что, знакомые в ГАИ есть? Кисть здесь! А-а-а-а! Петрович! Блин! Ё-моё, с днём рождения! С днём рождения, дружище! Спасибо! Это тебе, как лучшему другу! Так приятно! Столько нарушений! Да ладно, ну, ладно, ты принимай подарок, а я за протокол! С днём рождения! С днём рождения! Я могу ехать? Да, конечно, конечно! Слушайте, вы такая артистка, ну, прям капец! Цё ж надо было! Спасибо! Спасибо вам! Вот ты же, Иваныч! Ну, ты, Иваныч! Ну, ты, конечно! Цё ж надо так меня разыграл! Молодец! Какой разыграл? А где барышня? Она реально на ворованной машине, Петрович! Я через три поста её тащил, чтобы ты оформил и премию получил! Чё ты стоишь? Догоняй! А-а-а! А-а-а! Опять повёлся! Беги, Петрович, беги! Вы нарушили скоростной режим, выйдите, пожалуйста, из машины! Ты вообще знаешь, кого ты остановил, а? Знаю! Я остановил нарушителя! Вы нарушили правила! Чего? Да ты знаешь, я сейчас лично кое-кому позвоню, и всё! И ты последний день в полиции работаешь, ты меня понял? Молодой человек! Ваше нарушение зафиксировано на видеокамеру! И сейчас наш разговор пишется на видео! Дай сюда эту палку! Палку дай сюда, это я тебе сказал! Пожалуйста! Апорт! Беги давай, я поехал! Вам всё равно не удастся уехать! Вот сейчас внимательно наблюдаю! Смотри, как я уезжаю! Да что там такое? Мариночка, у меня там будет одна просьба! Не сильно обейте его, пожалуйста! Да что там было? Беги мужик! Беги! Филиппова! Что на этот раз? Изнасилование? Или опять с гаишниками? На трассе за место подролапивали? Человек пропал. Филиппова, какой еще человек? Платежеспособный. Слышь, ты что, хочешь, чтобы мы тебя еще клиентов разыскивали? В первую очередь, он человек. Человек? Тогда пиши. Кто такой? Что такое? Где видела в последний раз? Ну как где? Ну в гостиничном номере, вы знаете, так все замечательно было. Понятно, понятно, понятно. Что, как он себя вел, может лицо грустное было. Ну знаете, я лица его в тот вечер не видела, потому что... Да давай без подробностей, ладно? Слышь, Филиппова, может он что-то странное делал? Да, он меня наручниками приковал. Я думаю, это нормально в вашей профессии. Это в вашей профессии нормально, у нас все по обоюдке. Зато вы зарабатываете больше. Зато от нас люди счастливее уходят. От нас тоже уходят, не жалуются. Так ладно, ладно, пиши особые приметы. Давай, может там, родинка на лице или шрам на всю задницу. Вы что, его знаете? Да я просто пример привел. А, ну вот это все вышеперечисленные и... Ну, сантиметров. Ничего себе. Слышь, так может он в Европу уехал? В фильмах для этих, для взрослых заниматься. Очень смешно. Слышь, Филиппова, а с чего ты взяла, что он пропал? Ну, как это? Он же каждый понедельник, среда и пятница, с девяти до двенадцати. Был у меня как штык. На протяжении двух лет он, можно сказать, мне гражданский муж. Ага. И у вас был гражданский сэр. Не смешно, а? Давай, давай. Подпись. Дату. Гражданская жена. Як, Макарек, ну, ну точно, ну, ну, жена. Они ж в отпуск, гады, собирались, а? Очень. Семешон, а теперь, а, значит, завтра пятница, значит, завтра он будет у меня. Да я, ну, начальник, ну, красавчик, ну, вот, ну, вот, ну, люблю тебя, ну, и тебя, да. Филиппова! Что? У тебя какая оплата в час? Ну, все, такса не меняется, сто по курсу. Значит, в следующий раз я тоже буду брать сто баксов в час. Ты сколько времени у меня забрала? Так я... Иди отсюда! Грубые вы. Иди, иди, Филиппов. Ну, как работать? Сто долларов в час. Да, Семенович, и тем мы занимаемся. Да, в принципе, то же самое. На тро-рик. Пять, четыре, три, два, один. Завершить работу! Опа! Еще один день в клетке завершен. И мы снова отпетляли от отсчета, и это уровень, коллега. Ну что, какие планы на вечер? Я предлагаю взять бутылочку пивка. Дабл чизбургер. И поиграть с моим напарником в танки. Не понял. Это что за шутки? Эй, алло! Открывай! А где все? Алло! Что там? Если это анаконда думает, что таким образом она заставит нас сдать отчет, она глубоко ошибается. Алло! Полиция! Нас взяли в заложники! Кому нас? Лучших сотрудников аудита аудита! Лучших сотрудников аудита аудита! Кто передает рубочку? Это террористы! Довар, женито, зубов! Что? Требования? Мы требуем два дабл чизбургера и два бутылка пива. Если вы не принесете, мы будем имивать заложников каждый час по одному. Да, выседайте вашу группу захвата, шмасвата, ждем! Помогите! Спасите нас! Тряпку мне в глотку! Вы что наделали, рукожопые? Я на 10 минут с ваброй дверь подперла, чтобы вы по-мокрому не ходили, а вы что устроили? Мы думали, что Яна Викторовна нас закрыла, чтобы мы отчет сдали. Мы даже не думали, что полиция так проводит захват террористов. Значит так, заложники недоделанные. Теперь мои требования. Генеральная уборка всего офиса и чтоб все сверкало! Нам отчет писать надо. Заткнулись, я сказала! Браво! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Матраин